Добрый день, дорогие коллеги! Как мне видно, слышно, если все хорошо, ставьте, пожалуйста, значок «Огонек». Сегодня будет эхо, потому что я в довольно большом помещении, и очень надеюсь, что вам все-таки будет комфортно. Просто звук вот такой объемный. Давайте будем знакомиться. Меня зовут Мария Татмянина, психолог, работаю в городе Екатеринбург. И в большом количестве моих судовых обязанностей есть еще и такая. Я веду тренинги для детей и подростков, и внутри этих тренингов есть детско-родительские занятия. И вот об этом я с вами сегодня хотела поговорить, рассказать, что такое детско-родительский тренинг, в чем отличие от обычного родительского собрания, почему я считаю, что именно эта форма работы наиболее продуктивная, почему она приносит больше пользы, и есть особенности проведения тренинга, о которых тоже стоит поговорить. То есть он отличается от проведения занятий с детьми, занятий с родителями, от родительского собрания, вот. И там есть свои особенности, есть свои приясти. Давайте сначала поговорим о том, вообще, что такое тренинг. Ну и поставьте теперь огонечки слева от сайта те, кто хотя бы раз в жизни был на тренинге, кто представляет, что это такое. Ну, я расскажу о том, что сейчас это форма работы, которая в психологии в российской развивается наиболее востребованно и наиболее активно. То есть тренингами занимаются вообще абсолютно все. Почему такой интерес к тренингам? Потому что это один из методов активного обучения. И он не только дает возможность людям узнать что-то новое, но еще и что-то новое тут же попробовать на себе в таких вот безопасных, игровых, интересных условиях. Почему мы говорим, что активное обучение сейчас востребовано? Вы все, конечно, знаете, что у нас жизнь ускоряется и огромное количество информации, которую мы должны получить, оно не уменьшается, оно наоборот становится больше. И понятно, что эту информацию получать надо, иначе мы просто от своего времени отстанем. Так вот, активное обучение, оно дает возможность очень быстро усвоить информацию. Смотрите, если в обычной форме обучения мы сначала рассказываем, потом даем попробовать, потом еще даем попробовать, это долго, то в тренинге получается, что мы все это совмещаем. Мы и даем теорию, тут же у нас идет практика в этом же разделе, и все это происходит очень и очень быстро. Поэтому метод этот действительно востребован, востребован в нашем веке, в наших условиях, но и, конечно же, применим и к нашей с вами работе. Немножко про историю возникновения. Возникновение тренинга связано с именем прекрасного социального психолога Курта Левина, и именно он высказал идею, что большинство изменений в поведении людей, конструктивных изменений, происходит именно в групповом взаимодействии. Потому что мы люди так устроены, что наше поведение нужно от кого-то пробовать. Это называется учитывать обратную связь. То есть мы каким-то образом себя ведем, мир, и другие люди реагируют на это, мы получаем обратную связь и можем тоже свое поведение исправить или как-то изменить. То есть, если человек попадает в тренинговую среду, то он видит, как на его неправильные действия реагируют другие люди. Новые люди, целая группа, их много, и тут же человек начинает свои действия исправлять. Ну и как вы, конечно же, знаете, что у нас родители наших детей, они прекрасные, они отважные. Как еще можно назвать людей, которые решились родить деточек в такое непростое время. Но родители не всегда владеют педагогическими знаниями и могут просто ошибаться и делать какие-то вещи, которые они считают для своих детей полезными, но они такими полезными не являются, а наоборот, каким-то образом ребенка затормаживают, его развитие затормаживают, либо делают семейную ситуацию очень неспокойной для всех членов этой семьи. Чем тренинговые группы отличаются от просто групп, которые собрались на родительское собрание, например? Первое. Это принцип здесь и сейчас. То есть все между собой договариваются, что они здесь собрались что-то попробовать, а когда они разойдутся, то вспоминать об этом они не будут. То есть это вот такое ежесекундное, ежеминутное действие, которое на жизнь потом не распространяется, если люди сами этого не захотят. То есть это такая лаборатория жизни, и это самое первое отличие. Второе. Когда мы заходим в тренинг, то мы заходим на правах равных людей и работаем через я-высказывание. То есть мы здесь какой-то начальственный тон применять не можем, и участники тоже не могут его применять. То есть я-высказывание это. Я считаю что, мне кажется что, я чувствую что и так далее. И не говорим, например, обычно принято так. Некоторые полагают, я слышал такое высказывание, или ты меня обидел. Я на тебя обиделся, это я-высказывание, а вот ты меня обидел, это не я-высказывание. И такое мы на тренингах не применяем. Дальше. Принцип конфиденциальности. Об этом сразу же договариваются на берегу, и то, что происходит в группе, в группе же и остается. Четвертое. Это распорядок групповых занятий. То есть когда мы проводим тренинг, мы с людьми очень четко планируем, что будет, какое время это займет, когда будет перерыв, и из чего наш тренинг состоит. Пятое. Это принцип активности участников. И вот здесь, в отличие от родительского собрания, отсидеться не удастся никому. Потому что, ну, собрание вы себе представляете, на первых рядах сидят активисты, кивают головой, что-то между собой обсуждают. На последних рядах вяжут или играют в телефончики. Кто это видел, тоже поставьте огонек, пожалуйста. Так вот, на тренинге вообще отсидеться не получится, потому что весь круг, весь тренинг работает. И, кстати, да, там обычно круговая рассадка людей, поэтому все, всех видят и все находятся. Такая познавательная активность бывает, что человек в упражнении не участвует, но он его со стороны наблюдает, и он как бы душой вот там в этом упражнении. И вполне вероятно, что то, что было в этом упражнении, он тоже для себя применит. Поэтому наблюдатели в тренинге, они тоже очень активно работают, но в душе. Принцип доверительного и открытого общения. Договариваются о том, что каждый говорит, что думает, и чувствует на самом деле. Можно разрешить человеку промолчать, если он не хочет говорить, но если он высказывается, тогда мы его высказываем. И во взрослых тренингах общаются на ты, но когда мы проводим детско-родительский тренинг, то мы общаемся на вы с родителями. Единственное, ну, допустим, на базе тренингового клуба у нас вообще отчество не принято, поэтому ко всему обращаются по имени и на вы. Ну и смотрите, в принципе, 21-й век на дворе. Если у детей, родителей, вы посчитаете это допустимым, тогда можно эту форму оставить. То есть взрослые по имени и на вы, а детки по имени и на ты. Очень даже хорошо. Связь прерывается. Татьяна Викторовна, пожалуйста, скажите свое слово. Сейчас исправилась, да? Все, тогда, Татьяна Викторовна, я следую вашим указаниям. Если связь будет прерываться, я отрочу видео, как обычно, и все остальное будет в порядке. Ну и еще, что очень важно, это без оценки. Если мы не говорим слов хорошо или плохо, смотрите, к тренеру обращаются на вы и по имени. Ну, если вы посчитаете это нужным, то вы говорите, что вот сейчас у нас идет тренинг, и мы договариваемся обращаться по именам. Если вы не посчитаете это нужным, тогда имя и отчество, но тогда родители тоже должны представиться по имени и отчеству, чтобы у вас не было равное положение. Поэтому подумайте, каким образом вам будет комфортно представить участников. Может быть, это будут какие-то игровые имена. Так тоже можно, да? Например, название цветов, ягодок или чего-то еще. Или название зверей каких-нибудь, там, домашних животных. Дети тоже это принимают. То есть, в любом случае, это на ваше усмотрение самое главное, когда мы людей друг другу представляем, важно совмести уважение большим и маленьким, и сделать так, чтобы всем было в этом пространстве хорошо. Вот, про безоценочность я сказала. То есть, мы здесь не говорим слова плохо и хорошо. Вот, говорим в крайнем случае, мне кажется это полезным или мне кажется это не полезным. Девятое, это принцип исследовательской позиции. То есть, какие бы прогрессии не было, если бы возникли в тренинг, я хотел бы сделать так, но постоянно говорили о том, что мы сейчас следуем, мы сейчас наблюдаем за собой и делаем потом какие-то выводы. Ну, и десятое правило, это правило любого человека сказать стоп, если ситуация ему некомфортна. Вот, такие вот правила, очень важные. Ну, и теперь этапы и блоки тренинга. Да, еще одно важное правило, и иногда вот с этим правилом связаны такие забавные ситуации. Представьте себе, что вы, например, проводите детско-родительский тренинг, и ваш заведующий, ваш методист приходят к вам посмотреть на тренинг. Вот, как вам кажется, какое место в вашей группе они должны занять, чисто географически? Давайте попробуем опрос в чате. Где они должны находиться, когда вы ведете тренинг? Да, 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 точно, то есть они обычные участники. И если они хотят понаблюдать, вы говорите, извините, у нас сейчас тренинг, да, поэтому вы садитесь в круг, в рабочую группу, и вы продолжаете то, что вы делаете вместе. Вот, и на момент, когда они хотят понаблюдать в стране, но мы, не-не-не-не-не, иногда так родителям тоже приходится говорить, что, уважаемые родители, у нас здесь наблюдателей точно не будет. Так, в тренинге не принято, все у нас участники, все в своем круге находятся. Спасибо вам за ответы. Итак, теперь уже мы подходим к этапам и блокам тренинга, а это уже проектирование. То есть тренинг мы проектируем вот по таким блокам, и здесь все очень хорошо настроено. Это классическая рабочая схема тренинга, которая срабатывает всегда. Первый блок – блок обеспечения работоспособности. Второе – блок формирования мотивации. Третье – информационный. Затем – обучающий, личностный и завершающий. Я думаю, позади, потому что у нас дети с ОВЗ, и они стесняются. Но, смотрите, дети с ОВЗ будут еще более тревожно себя чувствовать, если кто-то сидит позади них. Это обычно такая не очень комфортная ситуация. А как раз, если вы круг сделаете и блок обеспечения работоспособности проведете, то у вас все будет хорошо, то есть там вот это восстеснение, оно уйдет. Вот такие блоки. Давайте посмотрим, как мы их будем наполнять и что делаем в каждом блоке. Первое – обеспечение работоспособности. То есть у вас пришли люди на тренинг, например, детки и родители. Детки друг друга знают, родители друг друга знают плохо, дети чужих родителей знают еще хуже. Нужно как-то начать, ну, прежде всего, собрать внимание в тихомире тех и других. И не всегда родители ведут себя лучше, чем дети. Поэтому мы вначале собираем внимание, говорим вступительное слово о том, что будет происходить. Затем обязательно проводим процедуру знакомства. Мы обычно делаем, как берем какого-нибудь пушистого зверя и начинаем его по кругу передавать. У кого пушистый зверь в руках оказался, тот называет свое имя или имя-отчество, как вы уже решили. Рассказывает, чей он ребенок или чья она мама, с кем пришел на этот тренинг и немножко о себе. Несколько слов о себе, ну, например, кем работает, что любит и так далее. Можно спросить, какое настроение и какие ожидания. Затем у нас, после того, как все познакомились, конечно же, имена не запомнили ни разу, да? Поэтому мы проводим несколько упражнений на то, чтобы люди запомнили имена друг друга. Про эти упражнения я тоже расскажу. И здесь же мы в этом же блоке проговариваем правила, какие у нас будут, да? Ритуалы, которые будут, когда можно говорить. Можно говорить по одному, да, мы говорим. Но если детки маленькие, их много, то можно тоже какой-то особый знак, который ребенку будет сообщать о том, что сейчас он говорит. Ну, у нас, допустим, это знак «ты в эфире», и мы ребенку, он маячит ладошкой, что я хочу сказать, а педагог ему притягивает ладошку. Это знак у нас «Wi-Fi». «Wi-Fi тебе раздали, говори». Вот. Они сами сидят, особенно маленькие, просят «Ну, Wi-Fi, ну, Wi-Fi, говори». Постепенно детки приучаются и перестают выкрикивать, становятся более дисциплинированными. Родители, кстати, тоже дисциплинируются, и тренинг не превращается вот в такой вот птичий двор. Вот. То есть здесь мы все-все-все проговариваем, и здесь еще очень важно провести упражнения, которые тренеры называют «ледоколы». Упражнения «ледоколы» — это упражнения, после которых все начинают смеяться, улыбаться и чувствовать себя уже родными людьми. То есть вот это вот напряжение и страх, они снимаются. Для того, чтобы снять случай, снять вот это вот напряжение, мы можем сделать вот, что, во-первых, любое упражнение с контактом глазами, то есть там, где нужно друг к другу подбегнуть, друг на друга посмотреть, контакт тел, что-то ладошками передать там, по плечу передать, что-то еще, то есть повзаимодействовать телесно друг с другом, и там, где нужно подвигаться. То есть все поменяйтесь местами, попрыгайте, победите. Это все очень хорошо, атмосфера делает теплой, теплой, приятной, и все уже начинают работать. Как только вы увидели горящие глаза, улыбки и увидели, что люди расслабятся, мы переходим к следующим уже блокам. Вот вам несколько упражнений для знакомства, которые проходят в общей части оборудования. Проводите ли вы чисто родительский тренинг, и так тоже нужно. Или проводите ли вы тренинг с детьми. Упражнение «Снежный ком», наверное, знают все. Первый игрок называет свое имя, второй свое имя, имя первого игрока и второго, третий называет имя первого, второго и свое, и дальше «Снежный ком» наматывается. Очень простая и очень хорошая игра, в результате которой худо-бедно все имена друг друга заполнили. Упражнение «Ледокол» построится по... То есть просим группу построиться, например, по росту, по цвету волос и так далее. И упражнение «Поиск общего», когда разбиваются на пару, лучше с чужим ребенком, и начинают искать общие, какие-то общие соприкосновения. Добрый день, да, мы это делаем. Не знаю, к чему относится, наверное, к упражнениям «Ледокол». Ну и вот еще упражнение для разогрева. Барометр настроения. Мы рассказываем детям, что есть такой барометр, и предлагаем с помощью рук измерить свое настроение. То есть вот это вот очень плохое настроение, вот это вот очень хорошее настроение. Ну и что я люблю делать, тоже это рассказ человека о себе, который снимает напряжение и делает всех немножечко родными. Ну вот еще упражнение для снятия напряжения. Чудесная игра «Дракоши, кусающие свой хвост». Очень много шума, веселья. И все телесно взаимодействовали, побегали, попрыгали, развеселились, и всем стало хорошо. Эти упражнения обязательно, то есть прежде чем начать какую-то серьезную работу, нужно людей расшевелить, рассмешить, познакомить, и тогда дальше все будет уже хорошо. Следующее – это формирование мотивации. То есть здесь мы уже заявляем, а зачем, собственно говоря, мы родителей сюда привели, пригласили. Для чего? Ну и вот хороший путь формирования мотивации – это то, что называется путь от обратного. То есть мы вначале каким-то образом показываем то, как не надо делать, потом вместе со всеми анализируем ошибки, которые были, затем также все вместе определяем способ улучшения ситуации, и потом получаем согласие на работу в тренинге. Ну, например, если мы говорим про детско-родительские конфликты, мы просим разыграть конфликт, к примеру, или мы даем готовый кис и рассказываем про какой-то детско-родительский конфликт, или мы можем, например, кинофильмы или мультфильмы, где происходит конфликт. Вот, спрашиваем, вам нравится, что происходит? Все говорят, конечно, нет. А что было неправильно? Про ошибки рассказывают, что не так рассказывают. Как улучшить ситуацию? Как улучшить ситуацию? И вот здесь уже люди начинают задумываться – как улучшить ситуацию, что вы говорите, а давайте мы сейчас попробуем. И начинается, собственно, основная часть тренинга. Вот, в основной части тренинга очень важен информационный блок, то есть мы какие-то вещи теоретически рассказываем. Здесь можно запустить презентацию, дать какую-то наглядность или что-то еще. То есть мы про то, что рассказываем, про то, что тренируем, вначале рассказываем. Мини-лекция на 5-10 минут, диалоги, может быть, групповая дискуссия, может быть, также анализ какого-то кинофильма или что-то еще, но для того, чтобы у людей была информация. Ну и дальше идут параллельно два блока. Первый – это обучающий. То есть это как раз тренировка тех навыков, которые мы хотим, чтобы у родителей появились. И личностные, они идут параллельно. То есть когда тренируются навыки, у людей более-неболее меняется мировоззрение на то, что происходит, и они начинают думать немножечко по-другому. Поэтому блоки параллельны. Ну и завершающий этап – это шеринг. Когда участники отвечают на вопросы, вы можете подготовить эти вопросы заранее. А можете спросить, например, какую обратную связь вы можете дать участникам и ведущему. Понравилось, не понравилось. Что получили от участия в тренинге? Что было для вас полезным? Может быть, что возмутило? Что заставило подумать про себя и своего ребенка несколько по-другому? Ну и дальше у нас ритуал завершения тренинга. Здесь он тоже должен быть очень теплым и приятным. Один из вариантов – это когда я попробую пить свечку. Мы берем свечку искусственную. Есть такие варианты. В магазинах распродаж небольшая свечка, и у нее огонек, ну вот как настоящий, он даже дрожит, там вот как будто бы пламя на самом деле. Но она абсолютно безопасная. И каждый, у кого в руке свечка, благодарит за тренинг его участников. Или как вариант, мы делаем ладошки, обводим ладошки, и каждый участник по ладошке оставляет какой-то приятный значок. Или самый простой вариант – это взять, протянуть руки друг к другу, все протягивают руки, друг к другу складывают, и говорим раз, два, три, до свидания мы, и расходимся. Опять-таки телесный контакт. Вот. Поставьте огонечек, если вам структура понятна. Этот план очень удобный, и правильно коллеги пишут в чат, что мы так делаем. Он классический, так именно все тренинги и строятся. Немножечко еще про методы работы на тренинге. Да, огонечки можно ставить не в чате, а слева от чата, там специальный знак огонек. Вот. А в чат можно задавать вопросы или делиться каким-нибудь упражнением. Вот. Мы тоже так делаем. Отлично. Методы работы. Дискуссия, споры, обсуждения. Это очень хороший шаг от работы, и он гораздо лучше, чем ваша лекция. Если вы задаете какую-то тему, и люди начинают обсуждать, вам только нужно из этой дискуссии выуживать правильное мнение, причем их может быть больше, чем вы задумали заранее. Люди-то ведь собрались умные, у нас даже дети умные вещи, говорят иногда очень умные вещи. Поэтому ваши задачи, их просто где-то фиксировать, можно на фликчарте или еще где-то. А задача участников слушать внимательно, друг друга не перебивать, не допускать личностной конфронтации, то есть не устраивать тут ссор между мамочками, и не оценивать выступающих, типа, фу, нет, это неправильно, а я делаю правильнее. Вот так мы не разрешаем оценивать, тут сразу же прекращаем все это. Дальше, мини-лекция, мини-семинар, он должен быть в формате мини. Если это детско-родительский тренинг, то вам на мини-лекцию вот буквально 5 минут, иначе вы динамику тренинга собьете, все расслабятся, и дети пойдут играть в игрушки. Поэтому очень четко, информативно, наглядно, через какие-то таблицы вы даете основную информацию, остаток вы можете дать в распечатках родителям. Они дома еще посмотрят, по горячим следам узнают что-то еще дополнительное для себя, но это уже будет потом, а пока мы будем продвигаться дальше. Очень хорошо работает метод кейса. То есть вы взяли какую-то конкретную ситуацию, лучше ее взять чужую, нейтральную, и помните, что мы в кейсах придерживаемся анонимности, то есть мы не называем фамилии, имен, ничего, что указывало бы на конкретного человека. Это просто, ну вот, анонимные люди, которые попали в какую-то ситуацию. Обычно мы даем описание ситуации, потом вопросы к кейсу, и дополнительную информацию. Ролевая игра. Вот очень хорошо на детско-родительских тренингах проходят ролевые игры, особенно, когда вы решаете детям и родителям поменяться местами. Вот радости, и у тех, и у других просто море. И это самый продуктивный метод. Почему? Во-первых, это практика, а во-вторых, это такая мгновенная возможность побывать в шкуре другого человека. Поиграть другого человека, и, возможно, что-то понять. Тоже ролевую игру вам покажу сегодня. Ну, и ролевая игра работает очень-очень быстро, поэтому. В ролевой игре тоже есть свои ступенечки, своя организация. Как вы поняли, что тренинг – это такое очень строго рекламентированное мероприятие. и это хорошо. Во-первых, свободы внутри себя. Регламентация, она дает возможность действовать быстро, профессионально, качественно и использовать для всех участников. Итак, ролевая игра. Знакомим участников с игровой ситуацией, распределяем роли, организуем игровое пространство и проходит сама игра. Пример для любой игры. В интернете вы найдете в разных вариантах, поэтому расскажу, найдете сами. Называется «Обычный вечер, обычный вечер». На детско-родительских тренингах проходит просто на ура. Дети счастливы, взрослые в восторге, но задумываются. Итак, у нас какая ситуация. Вечер обычной семьи и собираются вместе. Мама, которая пришла с работы, папа, который пришел с работы, его отругал начальник, и у него отбавла обувка от рубашки. Дочка подруга, которая сочетала, у нее завтра дискотека, ей нужно платье. Малыш, которому нужно выучить стихотворение и подобрать карнавальный костюм. Пирог в духовке, это тоже роль пирог в духовке, который подгорает. Ужин, который нужно сделать. Собачка, которая сидит дома с 7 утра и очень хочет на улицу. И соседка, которая пришла померить давление. Вот. И вся эта компания собирается и задача игроков распределить дела таким образом, чтобы все было сделано, все были счастливы и шеверок не сгорел. И вот здесь сколько групп, столько вам решений и выдадут. У меня были ситуации, когда один папа говорил, тихо, ты делаешь это, это ты, это я пошел гулять с собачкой. Были ситуации, когда рулила маму, были ситуации, когда доходило до слез, причем родительских, а дети очень радовались, потому что была возможность поместиться. Вот разную, совсем по-разному происходит. всегда эта игра очень глубокий след оставляет и очень большой материал для дискуссий разных. И по поводу мамы, папы, отношений папы и мамы в семье, распределения обязанностей, отношения ко взрослым, много-много всего, то есть игра универсальная. Что нужно учесть? Состав группы играющих, играющих, небольшой, то есть больше 10 человек не надо, получится хаос. Выбор игроков осуществляет и не хочет никаким образом выходить, вы его, ну, пирога, да, если так надо, ну, как в этой игре, либо не выводить вообще. Звук зависает, давайте я отключу видео, хорошо, и продолжу с аудио. Все, я здесь с вами и продолжаю, сейчас все должно быть неплохо. Вот несколько игр на презентации будут здесь, и хорошая игра царства, и замечательная игра дочкам, дочке-матерь. Следующая технология тренинга, это обратная связь. Обратная связь, то есть, тоже то, чего на собраниях у нас очень мало происходит, это сведения, которые человек получает о себе от других людей. То есть, например, кто-то отыграл, вот, то же самое игру, обычный вечер, обычной семьи, и он получает обратную связь. Например, а вы такой молодец, вы всех сумели организовать. или такую обратную связь, а вот вы в роли мамы были очень, мне показалось, что вы были не очень уверенными в роли мамы, а может быть, стоило бы, дальше идет перечисление. Вот, а пирог молодец, приготовился и громко крикнул, что я подгораю, меня спасите, пожалуйста. Вот такие вот обратные связи у нас будут происходить. Ну, и обратите внимание, что если идет негативная обратная связь, ее тоже нельзя оставлять без внимания, это надо отработать. То есть, вы обязательно смягчаете эту ситуацию и говорите о том, что оценивается действие, а не человек, и оценка дается с точки зрения полезности, то есть, насколько это полезно, не полезно и оставляем это или нет. сейчас, наверное, со звуком все в порядке, по крайней мере, у меня с красных тревожных значков не стал. Еще более глубокие вещи я хочу вам рассказать очень быстро и потом еще два тренинга готовых покажу. Это групповая динамика на тренинге. Обратите внимание, что эта групповая динамика будет всегда. Она естественно, это биологическая такая история, история о том, что когда мы попадаем в незнакомую ситуацию, мы сначала все активизируемся очень сильно, а потом идет спад энергии. И обычно на третьем этапе тренинга идет спад энергии. И как раз в это время вы уже обсудили все тревожные ситуации, вам нужно их отрабатывать. а у вас народ рассыпается, то есть дети отвлекаются, взрослые тоже начали скучать. Поэтому в этом моменте мы вводим какие-то очень энергичные упражнения, которые могут вам помочь. Ну и важно, что еще? Роль самого ведущего. То есть роль ведущего это не роль докладчика опять-таки, потому что ведущий здесь играет такую не очень заметную роль, он направляет групповую работу. То есть он здесь такой, можно сказать, серый кардинал, его никто не замечает, все что-то сами делают, ведущий только там задание объявляет. Вроде бы работы никакой, но групповая работа идет. То есть в тренинге работает не ведущий, а группа, а задача ведущего сделать так, чтобы группа заработала. И это самое приятное, когда группа начинает работать. Это просто очень приятно. Ну и некоторые правила и особенности работы ведущего. Первое, это равные отношения к участникам группы, даже если дети, даже если маленькими. То есть мы здесь не воспитываем, мы не получаем, и мы не пытаемся кого-то переубедить. Наша задача здесь поработать на равных со всеми. Второе, это отсутствие оценочности, и мы никого не оцениваем, никакие оценки не расставляем. Третье, это умение понимать язык чувств, вот то же самое, уловить ситуацию, когда динамика пошла вниз, и вы понимаете, что через пять минут все просто раскиснут, и вот это каким-то шестым, седьмым чувством уловить, и ситуацию переломить. Тоже очень важно. Это приходит с опытом, но если вы знаете, что так может быть, то вы это будете учитывать в самых первых своих тренингах. Ну и гибкость и способность импровизировать, потому что в тренинге вообще может случиться хоть что. И личное качество. Первое, это этичность. Это касается многих моментов. Тех, например, что вы не выносите сведения за пределы группы, тех, что вы не выделяете любимчиков и нелюбимчиков, не выделяете кого-то из родителей, ну, например, по принципу достатка, приятности вам и так далее. Второе, это ответственность, то есть ответственность за то, чтобы подготовить и провести, вот это достаточно сложное мероприятие. Самообладание, потому что опять-таки хоть что может случиться, и дети могут закапризничать, и родители тоже. Взрослая позиция, ну, и развитое внимание и оперативная память, чтобы опять-таки уловить заранее все нюансы, которые могут случиться. Ну, и ошибки, которые у нас могут быть. Первое, это использовать тренинг для усиления личной позиции, то есть вы, например, считаете, что вас родители в группе не очень уважают, и вы говорите, так, я сейчас проведу тренинг, меня начнут уважать. Ничего подобного. Может случиться вообще все строго наоборот. Второе, следовать своим целям, о которых не знает группа, вот это тоже проэтичность. То есть если вы задумали посмотреть детско-родительские отношения в тихушку, да, не предупреждая об этом родителей, то это не очень этично. Этично будет сказать, что мы сейчас с вами вместе, посмотрим, какие модели семейных отношений бывают, и об этом поговорим. Третье, стремление к излишней драматичности, то есть здесь не нужно выступать, это точно не сцена, а драматичность вам добавят участники, это точно. Дальше, свои свежие нерешенные проблемы, которые совпадают с проблемой, заявленной на тренинг, нужно решать до тренинга. Смотрите, если вы постоянно долго конфликтуете со своим ребенком дома, тему детско-родительских конфликтов на тренинг не берите, вы увязнете, и вы не сможете быть объективным при этом. Вот, если, к примеру, ну, не дай бог, конечно, вы находитесь в разводе свеженьком, да, еще болезненном, тогда вы не берете тему отношений между мужем и женой, опять-таки, вас может развести в самый ответственный момент, и вы не сможете собраться. Дальше, не давать собственной интерпретации участников группы, ну, так, шепотом для своих не умничать, да, это называется, то есть, мы исходим из того, что у нас все люди умные, и они тоже могут владеть каким-то правильным мнением, если она с вашим даже не совпадает. Ну, и излишняя отстраненность, она тоже мешает тренингу, поэтому будьте в потоке, но не давайте поток у вас захлестнуть. И планирование тренинга. Примерная тема содержания, что можно взять на тренинг. Вот несколько тех, которые я брала. Особенности мировоззрения взрослых и детей, но тренинг обычно называем как? Дети и взрослые, как нам услышать друг друга? Или как понять тебя ребенок? Как понять тебя мама? То есть, для аудитории всегда какие-то темы такие теплые находим. Семья, сплочение семьи, тонкости общения с ребенком, коммуникация, конфликты, эмоции в жизни ребенка, например, и много-много разных таких тем. Для деточек постарше мы берем тему ответственности, разделения ответственности, самостоятельности, ну и так далее. Ну, в принципе, любую тему, которая у вас на повестке дня, вы можете в тренинге отработать. План тренинга, я вам уже говорила, напоминаю. Ну и что важно для того, чтобы подготовиться? Сформулировать конкретную цель, то есть вы, когда задумываете тренинг, вы формулируете, что вы хотите добиться для себя, ну, например, осознание родителями своих неправильных стратегий, да, или неконструктивных стратегий, неполезных для себя, да, то есть это для участников, прошу прощения, а для себя, например, цель добиться диалога с родителями, добиться того, чтобы вас услышали, да, когда вы говорите про эти самые стратегии. Ну и важно представлять себе конечный результат. Вот вы тренинг проведете, вы все это сделаете, что изменится для детей и родителей в конце тренинга, что нового они получат. То есть для себя на эти вопросы ответить нужно обязательно. Ну и цели для участников должны быть актуальными, достижимыми, практическими и не вступать в конфликт с жизненными установками участников. Ну, как шутил мой преподаватель по искусству тренинга, если вы идете с тренингом в монастырь, то про танцы какие-то вы там не говорите. то есть вы говорите про то, что важно участникам. Если вы идете с тренингом, например, в христианскую общину, то мы там не говорим про свободу или про какие-то восточные буддийские традиции, йогу и так далее. Вас просто не так поймут, у вас работа не получится. То есть не дай бог зацепить какие-то глубинные верования участников, это не очень хорошо. Оно и каскадирование целей. То есть вы ставите цель тренинга, цели блоков и цели активности. То есть любая работа, любое упражнение, которое выключаете, оно должно быть понято. а зачем мне это упражнение? Не просто потому, что оно какое-то там яркое, замечательное и веселое, а зачем? А в тренинге всегда не хватает времени. Это такой дефицит времени, особенно в детско-родительском. Они же не длинные тренинги, поэтому упражнений мало и каждый вес золота. Поэтому четко ставим цели на упражнение. Ну и любое упражнение планируется вот именно таким образом. то есть личный опыт какой-то, практический опыт, осмысление опыта и применение на практике. Да, для чего мы говорим так? Абсолютно точно. Для чего нужно это упражнение? Спасибо коллеги за то, что такой умный поддерживающий человек. Это очень здорово. Ну и смотрите, вот когда мы все соберем вместе, у нас получается вот такой план тренинга. проблема анализ ошибок отработка правильной схемы обратная связь участников это наш тематический план. Красная линия это энергетическая активность. Ну и в овалах это дополнительные упражнения какие-то очень короткие, которые вам помогут сгладить вот эту красную линию. Поставьте пожалуйста огонечек, если понятно. то есть мы тематический план в квадратиках сделали, потом линию себе пририсовали и добавили какие-то упражнения, которые вам помогут чисто с энергетической точки зрения. в начале знакомства создается теплая атмосфера, затем упражнения на понимание друг друга, затем упражнения на подъем энергии, это ну вот любое прятки, ляпки, вот хоть что и все, люди стали уже и концентрация внимания, тоже можно дать какую-то концентрацию внимания перед шейлингом, перед образцом связи участников, потому что здесь энергия поднялась и дети уже ну нормально так бегают и шумят и нужно каким-то образом сконцентрировать внимание. Подъем энергии это практическая часть, да. Вот. То есть у вас есть как бы условно-теоретические упражнения, да, понимаем, что это упражнения направленные на проработку темы, и есть упражнения направленные на энергетику тренинга, и мы их чередуем. Вот. Таким образом складывается активный тренинг, когда люди очень хорошо работают. Ну и под конец нашей встречи покажу модели, проекты двух тренингов, которые провожу часто на детско-родительских тренингах и собраниях. Первый называется «Нежные переговоры», и это очень интересная модель детско-родительских переговоров. Цель «Помогаем родителям уменьшить количество конфликтов в семье», то есть «Как родителям уйти от постоянных конфликтов». И задачи выделяем «Дать возможность увидеть, откуда берутся конфликты, рассказать о возможных видах поведения в конфликтах и дать возможность потренировать конструктивную модель переговоров». Первое упражнение. Смотрите, прежде всего знакомство, но я упражнение на знакомство уже показывала, поэтому здесь любые снежные комы, поменяйтесь местами, хоть что. Второе это представление кейса. Обычная ситуация. Например, мама пришла за ребенком в детский сад и кричит «Ты почему опять измазался? Трудно что ли было в прясть не лезть и мне опять весь вечер стирать?» Ребенок, конечно, тоже кричит «Я не виноват, грязно на участке. А почему на обеде не ел? Там суп с капустой, я его не люблю, купи мороженку». Нет, будешь все в садике съедать, будет и мороженка. Я от тебя к бабушке жить уйду или в детдом, там лучше, чем с тобой. Ну, еди, а я себе другого ребенка возьму, послушного. И тут, как вы понимаете, начинается такая хорошая, прекрасная истерика. Ребенка и мамы тоже впадают в истерику. Знакомая ситуация? Ставьте огонечки, если знакомая. Мы такой кейс читаем или просим кому-то по ролям показать, может быть, два взрослых по ролям показывают, все радуются и говорят, да-да-да-да-да, это про нас, а потом мы говорим, а давайте мы сейчас с вами попробуем сделать якотельный перевод. Якотельный перевод это семаронская техника. семарон это, пожалуй, первое направление в практической психологии, которое у нас появилось уже в постсоветском пространстве. Оно очень интересное, немножко такое шутливое и местами безбашенное, но что такое якотельный перевод? Когда мы говорим то, что относится к ребенку, к себе, да, итак, я пришла за собой в детский сад, понимаете, да, я почему опять измазалась? Трудно, что ли, было грязь, не лезть, и мне опять весь вечер стирать. Но я не виновата, это грязно на участке. Все дети как дети, одна я грязнуля. Когда начинается вот эта часть якотельного перевода, у мамочек начинает першить горли. А почему я на обеде не ела? А там суп с капустой, я его не люблю, купи мороженку. Нет, будешь все в садике съедать, будет и мороженка. от себя к бабушке жить уйду. Тут уже начинается просто смех. Или в детдом, там лучше, чем с собой. Тут начинаются слезы. Ну иди, а я себя другую возьму, послушную. Ну, дальше уже просто веселье. Делаем выводы. Что это дает? Мы попробовали позиции другого человека, услышали со стороны свои слова, выражения, интонации, увидели, как это неприятно и добавили в ситуацию немножечко игры. Родители увидели, в чем проблема, мы как бы мотивацию создаем и дальше уже начинается информационный блок. Мы рассказываем, например, что нужно оценить в конфликте. Рассказываем, например, показываем вот такую модель поведения в конфликте, где в зависимости от того, что важнее отношения с человеком или получение результата мы выбираем какой-то из пяти моделей. Привет коту. Так тоже часто бывает у нас. Кот, видимо, нам выдает информацию в чат. Какой-то из этих моделей и родителям показываем родителям себя со стороны и даем возможность выбрать, а какая модель вам нравится. И все говорят, ну, компремисс или сотрудничество, это же родной ребенок, чего это с ним бороться-то. И вот тогда мы даем правила поведения в конфликте и упражнения «Мои истинные желания». То есть, когда человек конфликтует, у него есть какие-то свои желания, про которые он не говорит. Ну, вот мама, когда кричит, ты опять куртку замарал, ей же хочется отдохнуть и может просто гордо пройти по улице со своим ребеночком, а не с комком грязи за ручку. И хочется приучить к ответственности ребеночка. А когда ребенок говорит, я суп не буду есть, там капуста плавая, он решает, что именно он, а не воспитатель, должен выбрать, что ему вкусно. И он прав по сути. Не куплю мороженку сначала суп, а потом мороженка. Мамочка хочет удержать власть в отношениях и еще хочет, чтобы ребеночек правильно питался. Вот, как бы истинное желание. И затем мы даем шестиступенчатую модель переговора. Ступени. Комплимент. Описание ситуации, выражение чувства, приглашение в сотрудничество, обсуждение действий и санкций. Ну и вот как это происходит. Комплимент. Создаем атмосферу доверия, описываем ситуацию, только факты, без эмоций, описываем свои чувства по этому поводу, приглашаем в сотрудничество, обсуждаем и договариваемся про санкции. И, например, вот делаем на флипчарте или на презентации вот такую вот табличку. Что было? Ничего не было, мама забежала, начала одевать. Да? Что стало? Привет, я рада, что ты улыбаешься. Что было? Ты опять весь измазался, стала? Твоя куртка сегодня грязная, все, без эмоций. Мне опять весь вечер стирать. Стала? Мне хочется поиграть с тобой или прийтись по магазинам или что-то еще, вместо того, чтобы стирать куртку, и теперь я расстроена. Как бы нам сделать, чтобы стирать не так часто? Это приглашение к диалогу, которого в конфликте не было вообще. Вместо обвинений мы говорим, а давай попробуем, ты придешь с прогулки чистым, а вечером выиграем в любимую игру. И вместо сдам в детдом и уйду сама куда-нибудь еще говорим, а давай, если ты вдруг испачкаешь куртку, ты постираешь там, пока я готовлю ужин. Нормально? Нормально. Ну и дальше мы уже даем несколько кейсов на отработку переговоров, например. Вот. Тренинг работающий работает на старшей подготовительной группе хорошо. Тренинг родительские стратегии. Цель – помочь родителям увидеть результаты своих родительских стратегий и, может быть, их подкорректировать. Ну и задачи. Мы говорим о том, что стратегии бывают разные. Можно проанализировать свою с плюсами и с минусами и посмотреть стратегии других семей. Ну и понять, что нужно менять. Упражнения на знакомство прошли. Диагностика. Упражнения на диагностику. Очень простое и действенное. Завязываем родителям глаза и запускаем их по лабиринту. Лабиринт рисуем либо выкладываем на малярные ленты. Берем три ребенка. Один своей маме будет говорить, куда идешь, неправильно ошибаешься. Второй будет говорить, ой, больность, больность, ты же пропадешь, ты такая маленькая, такая нежная. А третий будет говорить, молодец, правильно идешь. И считаем в каждом случае количество ошибок. Очень наглядно, потому что мама, которые говорили молодец, правильно идешь, ошибок делает меньше. Выясняем, то есть вот это уже стиль отношений с родителями. Пробуем на практике. Упражнение строим дом. Связываем родителю и ребенку руки соседние и оставшимися руками строим дом из лего. Тоже родители в процессе работы наблюдают свои стратегии. Дальше рассказываем о моделях организации семьи с детьми. Децидцентрично, авторитарно, демократическое, семья без правил. Вот, я про семейные стратегии рассказывала и, по-моему, даже видео есть на канале Директ Академии, вы его можете увидеть, если интересно. Ну, и завершающее упражнение, когда уже все решения приняты, стратегии решили менять, завершаем каким-нибудь красивым упражнением, например, герб семьи или парное рисование, когда одну картинку рисуют родитель и ребенок. Вот такая вот модель тренинга я успела. Спасибо вам большое, что слушали. Если есть вопросы, задайте их сейчас, пожалуйста, либо можно связаться со мной по названным координаторам. Ну, еще раз в завершении хочу сказать, что тренинги это достаточно сложно для педагога, но весело, интересно и очень-очень хвалитно. Вот, покажусь на прощание. Спасибо вам большое, приходите еще. Ну, а меня ждет детская тренинговая группа, перехожу в соседнее помещение, ребята уже собрались, поэтому до новых встреч.